Скажите, пожалуйста, сегодня оценили два крупных объекта медицинских. Какой оценку поставят у строителей, а у них только вы довольны остались? В принципе, в целом, работы на сегодняшний день идут практически в графиках, с небольшими отставаниями. Конечно, если мы говорим про радиологию, то этот объект нас беспокоит всех. Это наиболее крупный на сегодняшний день строящийся в республике объект, самый затратный, и его появление ждут, в общем-то, не только в Какасе, но и в соседних субъектах, и в Юг Красноярского края, и в ТВА, потому что для нашего региона, Юго-Сибири, это действительно уникальное строение, которое будет истощено уникальным оборудованием. И, безусловно, контроль здесь мы ослаблять не будем, потому что важно, чтобы стройка происходила в те сроки, которые были определены правительством и в соответствии с заключенными договорами. И в конце года мы уже планируем установить оборудование, и, в общем-то, готовность в этом году радиологии, кардиология, она уже должна быть по концу года довольно-таки, ну и просто, в принципе, на 21-й год, там, вот, и, может быть, завершающие работы, и, в принципе, сегодняшний год, 2020-й, он для этого объект такой основной и ударный. Что касается строительства амбулатории, ну, мы все понимаем важность подобных объектов. Был, к сожалению, период у нас в стране, когда не уделяли внимания первичному звену, и, в общем-то, у нас ФАПы, амбулатории, наоборот, закрывались. Сегодня, к счастью, мы эту тенденцию преодолеваем, и, в общем-то, в этом году мы планируем построить уже три ФАПы, одна амбулатория и два ФАПа, три объекта. И, причем, именно за счет вот той экономии, которая образовалась с торгов, у нас появилась возможность возвести еще один дополнительный объект. Причем мы целенаправленно остановились на конструкции, которые быстро возводили, потому что это позволило, во-первых, в разы снизить стоимость объекта, ну и, как вы понимаете, сроки их возведения тоже сократились вкратно. Поэтому здесь, в принципе, по амбулатории вопросов ни у правительства, ни у министерства профильного, которое заказчиком выступает, нет. И мы надеемся, что к июлю уже строительная готовность будет полная, и мы продолжим оснащать амбулаторию и оборудование. А можно спросить, на какой штаб мы рассчитываем? То есть, в театре, в театре, в театре? Сколько человек в штаб, кстати? Здесь это врачебная амбулатория, поэтому здесь на постоянной основе будут работать и врач, и средние медработники. Потому что и прием будет вестись. Прием будет вести в выездной форме работы. На сегодняшний день пока определен. Но для трудоустройства мы тоже понимаем, кто сюда будет трудоустроен и будет работать. Сегодня пока в приспособленных условиях выездная форма работы определена. Ну, что? Штатная численность? Штатная численность здесь врачебная амбулатория. То есть, работает врач, две медицинские сестры, которые и дежурные, господи, патронажные сестры, которые работают с детским населением. Здесь пять человек работают. Врач общей практики планируется здесь, да. А численность населения? Численность населения я сейчас не помню. Сколько? 1900 человек. 1900 человек сегодня здесь считают. 320 детей. 320 детей сегодня. Владимир Владимирович, можно пару слов про корпус? Сколько уникально там будет оборудование? Буквально тезисно. Что там? По аналоге. Ну, тезисно можно сказать, что три кита лечения онкологических больных. Это хирургия, химиотерапия и мучевая терапия. Я могу сказать, что как объем хирургических вмешательств, так и объем химиотерапии. Химиотерапия работает по мировым стандартам. Есть заболевания, есть диагностика, определенная тоже по мировым стандартам сегодня. И у нас в онкодиспансере есть договора, когда неясные диагнозы не могут выполниться сегодня в центральных, федеральных клиниках. И это выполняется. И согласно вот этой диагностики есть стандарты химиотерапевтического лечения. И в полном объеме это выполняется. И даже могу сказать, Иван Тиналегович докладывал, что в условиях коронавируса, когда мы приостановили плановую помощь, на сегодня 60 человек в круглосуточном стационаре, 35 в дневном стационаре получают химиотерапию ежедневно. То есть эта помощь оказывается. Лучевой терапии у нас нет. И мы ее сегодня оказываем в условиях Красноярского онкодиспансера, Томска, ну немножко Новосибирска. В принципе, лучевая помощь нам доступна, ну процентов на 20-25, не более. Потому что Красноярский онкодиспансер тоже не в полном объеме обеспечивает свое население. Поэтому это одно из ведущих, из серьезных видов терапии онкологических пациентов. Причем многие онкологические пациенты будут иметь эту терапию в виде единственного. Не обязательно всех оперировать. Они могут получать лучевую терапию, возможно еще химиотерапию. Еще раз повторяю, стандарт лечения онкологических больных сегодня достолько. Он, в общем-то, стандартизирован. Все виды помощи прописаны по каждому заболеванию. То есть там будет какое-то уникальное оборудование для нас? Там будет проводиться лучевая терапия, которой у нас вообще нет здесь. Но ее никогда и не было. А детишек будут на самом деле? Будут. Будут? Да. Планируем так. Вот там, где мы были сегодня, вот эти тяжелые бетонные стены по полтора метра, это как раз будут линейные ускорители, два линейных ускорителя именно для лучевой терапии. Ну а этот объект строится за счет регионального бюджета. В этом году мы первичное звенья строим, вот эту врачебную амбулаторию ФАП, это за счет республиканского бюджета, как оснащение оборудованием, как строительство. Все мероприятия за счет регионального бюджета. А какова вы сейчас сумма? У нас была, у нас, по-моему, на 7 миллионов, да, мы проторговали? 7 миллионов 500? Катерина Викторовна. На 7 мы проторговали? 7 миллионов 550. Это стоимость стройготовности. Это вот это объект. А всех трех объектов, которые вы... У нас, по-моему, около 3 миллионов мы в Оржезенкидзевском районе строим, ФАП. И сейчас, учитывая экономию, мы будем сейчас на следующей неделе объявлять в Баградском районе еще один ФАП строительства.